Будучи пастором, я чувствую побуждение и необходимость предупредить, потребовать и провозгласить, чтобы вы были готовы к пришествию Господа. Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Вы должны прочитать Откровение. Каждый человек в этой церкви должен сказать, «Я прочитал книгу Откровения». Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего. Это единственная книга в Библии, гарантирующая, что в вашу жизнь придут благословения, когда вы прочитаете ее. Итак, прочитайте книгу Откровения и проповедь Иисуса о его пришествии в Евангелии от Матфея 24, 25 и 26 главах. «Потому и вы будьте готовы». Послушайте внимательно, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Далее сказано, что будут войны. Иисус сказал, «Наблюдайте, обращайте на это внимание. Будут войны, военные слухи, военные угрозы». Также усилятся глады и моры. Будут землетрясения и природные катаклизмы. Иисус предсказал все это. Скептики твердят, что все это всегда было. «Я слышал это всю свою жизнь. Мол, так было всегда». Но Иисус сказал, что эти знамения будут началом болезней, дословно подобны родовым мукам. Апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам. С приближением этого момента мир станет подобен матери перед родами. Сначала будут едва различимые отголоски, доставляющие некоторый дискомфорт. Потом наступит пауза, за которой последует более сильный приступ боли. Затем паузы между схватками станут короче, пока одна схватка не начнет сразу же сменять другую. Он говорит, что именно так все будет. Поколение, которое будет знать, что я приду, увидит не единичное событие, но эти знамения будут происходить одно за другим. С начала пандемии стало очевидно, что события происходят одно за другим, одно за другим. И Иисус сказал, что это будет похоже на родовые муки. Вы увидите, как знамения будут учащаться, и они будут становиться все интенсивнее. Войны были всегда, так же, как и лжепророки были всегда, землетрясения были всегда, глады были всегда, болезни были всегда, и межрасовые конфликты тоже были всегда. Все это было всегда. Но Иисус сказал, когда вы увидите, как эти события происходят снова и снова, одно за другим, когда они станут более частыми и интенсивными, то обратите на это внимание. Если вы прислушаетесь и будете чуткими, если вы действительно хотите быть готовыми, то эти события должны пробудить вас, а вы должны понять, что что-то происходит в нашем мире. Знамения времени уже окружают нас. Посмотрите, с какой чистотой теперь происходят ураганы, извержения вулканов, пожары, землетрясения. Это неоспоримые факты. В последние дни верующие будут подвергаться гонениям. Они будут ненавидимы. Мы начинаем видеть это даже в Америке. Но даже здесь мы видим, как люди совершают невероятные поступки, отстаивая библейские ценности. Их выгоняют с работы, на них подают в суд, с ними устраивают тяжбы. Затем Иисус сказал, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Множество людей отрекутся от веры, оставят церковь, отвергнут библейские ценности, отступят от нравственных принципов. Это отразится даже на нашей речи, на том, какие слова мы используем. Здесь сказано, что во многих охладеет любовь. Люди забудут об истине, о том, что брак священен. Они забудут о благочестии и святости. В каждом тридцатом стихе Нового Завета говорится о том, что Иисус придет. Каждый тридцатый стих в Новом Завете говорит, что Он вернется. Всякий раз, открывая Новый Завет, вы в среднем каждые тридцать стихов будете читать. Он придет, Он придет. Приготовьтесь, приготовьтесь. Будучи пастором, я чувствую побуждение и необходимость предупредить, потребовать и провозгласить, чтобы вы были готовы к пришествию Господа. Что такое смоковница? Смоковница символизирует Израиль. Эта смоковница, государство Израиль, должна снова ожить и начать приносить плод. Израиль был разрушен, уничтожен и завоеван, и на протяжении девятнадцати столетий еврейский народ был разбросан по всей планете. В сороковые годы двадцатого века Гитлер и нацисты принялись убивать их во всех странах, где они могли их найти. Они убили более шести миллионов евреев. Казалось, у Израиля не осталось шансов, но почему нацисты были зациклены на уничтожении евреев? Потому что сатана знал, что пришествие Мессии должно произойти из среды еврейского народа. Вот почему израильтяне всегда были его мишенью. Они жили в рабстве в Египте, по этой же причине было вавилонское пленение и так далее. И у них не было собственной земли в течение девятнадцати столетий. По окончании Второй мировой войны, после Холокоста, ООН, проникнувшись глубоким сочувствием к еврейскому народу, проголосовала за него. Это потрясающая история, однажды я поделюсь ей. Произошло нечто невероятное. За один день родилось государство. Исполнилось пророчество из 66 главы книги Исаии, где сказано о том, что народ родится за один день, в один раз. И это произошло в 1948 году. И вот главная мысль моей сегодняшней проповеди. Это очень важно. В 70 году нашей эры Иерусалим был разрушен, и в течение девятнадцати столетий израильский народ не возвращался на свою землю. Но в 1948 году это случилось. Иисус сказал, что будет поколение, которое увидит, как смоковница оживает и приносит плод. В 1948 году Израиль стал государством собственной территории, и евреи, которые пострадали от Холокоста, которые потеряли все свои деньги, бизнес, дом, одежду, вообще все, изнуренные, истощенные. Тогда они представляли собой жалкое зрелище. Они даже не могли сражаться и постоять за себя. Но они вернулись в свою землю, чувствуя побуждение отправиться в Израиль. Им было больше некуда идти. Понимаете? Понимаете? Они возвращались, возвращались и возвращались. В книге пророка Исаии написано, что Бог провозгласит, «Северу скажу, отдай и югу, не удерживай сыновей моих, издалека и дочерей моих от концов земли». Когда все это произошло при жизни этого поколения, которое еще с нами? При жизни этого поколения с 1948 года прошло 75 лет. Но Иисус сказал, что определенный остаток этого поколения, «Я не проповедую о часе или дне, я говорю о проповеди Иисуса, о признаках последнего времени, насколько мы близки к этому, когда же придет Иисус?» Поколение, которое застанет возрождение смоковницы, то есть Израиля, его плодоношения и расцвета, это поколение не исчезнет до его пришествия. Сегодня мы видим исполнение этого пророчества. Это удивительно. В 70-е годы я слышал, как проповедники говорили об этом, и мы жили в ожидании скорого пришествия Иисуса. Как только это произойдет, начнется период великой скорби для всего мира. Мир же погрузится в хаос. Америка погрузится в хаос. Она получит то, что хотела. Но представьте себе такую картину. Антихрист выйдет на сцену. Ведет единую мировую валюту. Мы уже видели подобные попытки. Одно правительство. Одну веру. Я полагаю, что это будет мусульманство. Его навяжут всему миру, точно так же, как мы это видим сейчас. Христиан и евреев будут убивать или обращать в мусульманство. И люди должны будут принять метку зверя. Это может быть микрочип или некая технология, которая даже не существовала, когда я слышал, как проповедники говорили об этом в моей молодости. Но сегодня мы видим, как стремительно развиваются события. Он предупреждает нас. Вы должны быть готовы. Будучи пастором этой церкви, я знаю, что должен возвещать о том, что Иисус придет. Но в самой важной части вашего сердца должно быть понимание того, что Он придет, Он вернется, и мы должны быть готовы. Для нас это самое главное. Это важнее всего. Мы должны быть готовы. Те, кто смотрит эту проповедь, вы готовы? Вы готовы к скорому возвращению Иисуса Христа, к восхищению церкви? В середине периода великой скорби Он вернется сюда верхом на белом коне, и мы придем с Ним. И когда Он вернется сюда, тогда Он уничтожит армии антихриста в долине Мегидо. Согласно 14 главе книги пророка Захарии, Он ступит на гору Елеонскую и проследует в город Иерусалим и установит свое царство на одну тысячу лет. Рукоплещите царю царей! Рукоплещите Господу господствующих! Он будет царствовать, и царство Его не будет конца! Я хочу, чтобы в наших сердцах звучали слова «Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов к пришествию Иисуса Христа!» Если это вы, и вы понимаете, в каком вы состоянии, если вы хотите быть готовыми, но не уверены в том, что готовы, поднимите руку там, где вы находитесь. Сегодня день вашего спасения! Приходите, 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 приходите скорее! Приходите сейчас! Откликнитесь на призыв! Это ваш час! Время кончается! Вы понимаете, что есть что-то особенное в этом времени, в котором мы живем. Это голос Святого Духа! Он зовет вас прийти! Он призывает вас вернуться к Богу! Он побуждает вас отвернуться от мира и сказать, «Господи, я хочу, чтобы Твое царство пришло, чтобы сбылась воля Твоя на земле, как и на небе!» Нет ничего более важного, чем быть готовым! Нет ничего важнее! Нет ничего важнее, чем быть готовым! «Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте воздадим Богу хвалу!» Иисус, я провозглашаю Тебя моим Мессией! Я исповедую Тебя моим Спасителем! Я верю, что Ты умер! И я верю, что Ты воскрес! И я верю, что Ты снова придешь! И я буду готов! Во имя Иисуса! Субтитры создавал DimaTorzok